С вами вновь российский голос Формулы-1 в прямом эфире с Гран-при Японии на трассе Сузука 16 и предпоследнего этапа чемпионата мира Формулы-1 2000 года. Два лидера чемпионата, 88 очков у Михаэля и 80 у Мики, только они двое еще могут стать чемпионами мира, причем Михаэль может стать чемпионом сегодня, если отберет у Хасинина еще как минимум 2 очка. Итак, старт, и мы видим, как очень активно Ягуары и Роузы действуют позади, а Мика Хакинин смог опередить Михаэля Шумакера. Мика Хакинин первым заходит в первый поворот, следом за ним Феррари Шумакера, следом Укар и на четвертое место смог прорваться кто-то из Вильямса, может быть Дженсен Баттон. Дальше идет борьба Ягуара, и Дирвайн очень неплохо стартовал. Напомню, что Хакинину сегодня, чтобы не потерять последние шансы, нужно опередить Михаэля Шумакера. И с этой задачей пока он блестяще справляется, по крайней мере на торможении перед этой очень медленной шиканой, которая называется Треугольник Казино. Мика Хакинин впереди. Мика Хакинин Достаточно интересно, как дальше будут развиваться события. 6,8. Достаточно уверенный пипсов у Мики Хакинина. Таким образом, Култкарт пока остается на трассе, и на трассе остается Михаэль Шумакер, который впервые со старта этой гонки выходит в лидеры. Михаэль Шумакер пролидировал в этой гонке всего-навтего один единственный круг, и он останавливается в боксах. Интересно, выйдет ли вперед Култкарт или Хакинин? Это будет зависеть от того, совершит ли в свою очередь пистоп Дэвид Култкарт. Мика Хакинин Мика Хакинин Мика Хакинин Мика Хакинин Мика Хакинин Мика Хакинин Команда Макларен решила не ждать, пойдет этот дождь или нет, и смело ставит на то, что дождя не пойдет. Мы видим, вновь псевдострик на псевдострик меняет Мика Хакинин. Вновь Михаэль Шумакер выходит в лидеры теперь, и я думаю, что Хакинин удастся вернуться на трассу на вторую позицию, потому что Култкарт уже остановил на тридцать одну секунду. Култкарт Михаэль Шумакер останавливается в боксах. По итогам первых двух секторов он серьезно опережал Хакинину на полсекунды примерно, как на первом и на втором секторе. Крестоп очень короткий. Менее шести секунд для Михаэля Шумакера, и Мика Хакинин только сейчас заходит в шикану, в то время как Михаэль Шумакер покидает пит-лейн. Мика должен сейчас появиться на стартовой прямой, но Михаэль Шумакер сохраняет свое лидерство. Оба сейчас на псевдострике, и Михаэль Шумакер впереди Мики Хакинина за 13 кругов до финиша. Это невероятно, но за счет этого решения сделать куда более ранний второй битстоп, команда Маклара вполне возможно потеряла чемпионский титул. Ибо если гонка закончится в том же порядке, в котором пилоты сейчас идут на трассе, то Михаэль Шумакер станет чемпионом мира уже сегодня на Гран-при Японии здесь на трассе Сузука. Итак, после 40 кругов Михаэль Шумакер по-прежнему лидирует. Естественно, механики Феррари рады, естественно, в стане Маклара нацарит чуть-чуть другое настроение. Итак, Михаэль Шумакер завершает свой 51-й круг. Он всего в двух кругах в настоящий момент, в 11 с небольшим километрах от своего третьего чемпионского титула и, главное, от первого титула с Кубери и Феррари за 21 год. В командном зачете Феррари выиграла в прошлом году благодаря усилиям Шумакера Ирвайна и Микки Сала, который замещал на нескольких гонках Михаэль Шумакер, который был травмирован в гонке после своего выреза в телеверстоуне. Но вот личный титул не давался с 79-го года. Механики Скудери и Феррари выходят сейчас. Мы видим, чтобы приветствовать своего пилота. Причем некоторые из них уже откровенно радуются, а некоторые предпочитают пока скрывать свои эмоции, чтобы, не дай бог, не сглазить своего лидера Михаэля Шумакера, который выходит из поворота Данлоп в настоящий момент. Небольшой разгон до трехтопки, торможение до 60-ти перед треугольником казино. Михаэль Шумакер уже на третьем секторе. Михаэлю Шумакеру остается теперь последний правый поворот. Михаэль Шумакер разгоняется и пересекает финишную черту. Михаэль Шумакер выигрывает. Выигрывает 43-ю борту в своей карьере. Выигрывает третий в истории Гран-при Японии, но классное, он выигрывает чемпионский титул. Третий, третий после 1994 и 1995 годов. И первый взгляд Скудери и Феррари с 1979 года. Заклятие, которое висело на Скудери из Маранелло на протяжении 21 сезона подряд снято. Михаэль Шумакер выиграет. Субтитры сделал DimaTorzok Он корректирует огромные кишки для меня. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА